Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня смотрим с вами ваш второй прогноз на неделю в период с 11 по 17 марта 2024 года. Подумайте о тех вещах, о тех задачах, которые вы себе дна планировали на эту 7 дневку, а мы проанализируем, удастся ли вам их осуществить. Итак, основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. Что у вас здесь? Четверка монет, жрец и, как мы видим, пятерка чаш. Так, здесь по ситуации, если будем смотреть, у кого-то может идти смена планов, связанных с обучением, наставничеством, объясню. То есть, если вы для себя подобрали какой-то курс, понимаете, что вам может не хватать ресурсов, и, как следствие, с одной стороны будете думать, стоит ли кредитоваться и вкладываться в обучение, но, с другой стороны, понимаете, что лучше в долги здесь не влазить, потому что четверка монет — это сохранение ресурса, то есть не вгонять себя в какую-то кабалу. Еще здесь по объективным причинам, это может идти обращение к врачу, своевременное, потому что вы понимаете, лучше стабилизировать ситуацию сейчас, нежели как бы загнать ее в тупик и потом расхлябывать еще больше. Далее, по этим арканам, если вы пишете какой-то свой курс или вы где-то будете выступать на семинарах, вот я даже открываю, здесь ложится аркан повешенный, у вас здесь не до конца продумана концепция, потому что оно, по сути, выхлоп, то есть прибыль, которую вы намереваетесь получить. Это будет такая ситуация ожидания реальность. Рассчитывали на одно, по факту здесь получили совершенно иное. Поэтому, чтобы исправить эту ситуацию, нужно как бы пересмотреть, реструктуризировать ваш курс или ваше выступление, то есть и все административные, технические моменты, которые могут на это влиять. Смотрим с вами, о чем говорит данная связка карт с точки зрения личной жизни. Кстати, по этим картам у тех, у кого в отношениях все плохо, кто пытается отчаянно спасти брак, как показывают арканы, а есть ли в этом смысл? То есть сама структура, само наличие отношений вам ничего не даст. По пятерке чаш это здесь быть несчастливым. Но то есть, повторюсь, это для тех, кто понимает, что нужно разводиться. Для тех же, кто у нас свободен по рыцарю жезлов. Может эти знакомства, с одной стороны, вы на это знакомство можете делать большие ставки, то есть ключевые ставки, но при понимании или осознании, что разность менталитетов, восприятие жизни, образа жизни в целом, все равно дадут свою трещину, потому что по пятерке чаш не сошлись характерами. Хотя дно колоды, двойка чаш, это были далеко идущие планы в отношении партнера или партнерши, о котором вы думали и с которым здесь это знакомство может состояться. Если вы в любовных треугольниках, что мы здесь видим? Аркан смерть. Однозначно, эта карта вторит первой тряде, которая вышла. То есть, иными словами, нет смысла бороться и сохранять те отношения, которые сами себя уже ни с чего не представляют. То есть, они из себя исчерпали, они свое отжили. И более того, то есть, не пытайтесь быть парой или семьей для социума, потому что, как указывают Арканы, здесь имеет смысл освободиться. То есть, для вас это будет гораздо легче. У тех же, у кого стабильные союзы. Четверка Жезлов. Четверка Жезлов может говорить о следующих вещах. Сейчас объясню. Допустим, у вас на повестке дня стоит вопрос. Бракосочетание, венчание. То есть, вы хотите сыграть свадьбу. Но можете здесь понимать, что нет смысла вкладываться в пышное торжество, а инвестировать в нечто иное. Да, с одной стороны, по пятерке чаши вас это может расстраивать. И, как следствие, вот это пышное празднество, которое вы себе намеревались осуществить, это вас будет вызывать какие-то негативные эмоции. Но, с другой стороны, вы понимаете, что вот четверка, монета, жрец. Лучше эти деньги инвестировать в нечто иное. Пусть тут даже будут путешествия, какие-то приятные моменты. Или это будет финансовый капитал, который даст какой-то старт и стабильность для вашей семьи. Еще здесь по ситуации, если будем смотреть, ну, к примеру, у кого-то годовщина или там дата со дня знакомства или наоборот бракосочетание, то эти арканы говорят о следующем, что здесь, возможно, если вы намеревались создать какое-то пышное торжество, будет получаться не так, как вы планировали. У тех же, кто, допустим, опять же еще, допустим, создает здесь свадьбу или собирается сочетаться браком, может быть ситуация, когда у вас не хватит ресурсов на то, чтобы пригласить абсолютно всех и создать ту атмосферу, как вы себе планировали. Потому что четверка монет, здесь будут ограничения в плане бюджета. Мы смотрим и анализируем с вами ситуацию относительно вопросов работы, заработка и карьеры. Для тех, кто у нас не работает и работать не может. По королеве жезлов. Это ситуация, когда с чьей-либо подачи, то есть в основном это женщина огненной стихии, овен, лев или стрелец, но я могу сказать так, вам в какой-то степени будут вправлять мозги, ставить их на место, потому что здесь человек вам будет говорить о том, что нужно поменять свои ценности, переоценка системы, мировоззрение, философских взглядов или ваших убеждений. То есть хватит жить стереотипами или прежней моделью мышления, потому что это не дает вам возможности развития, заработка, увеличения дохода. Поэтому здесь королева жезлов говорит о следующем. Появится какая-то мотивация, какие-то идеи и амбиции, но будет внутренняя какая-то обида или злость на самих себя, чтобы слишком много упустили времени. Но знаете, как никогда не поздно начать, главное хоть что-то делать. Для тех же, кто у нас является соискателем. Королева чаш. Здесь по ситуации, опять же, ваша эмоциональность, по какой причине можете не получить, скажем так, вакансию или работу мечты, не прошли стажировку или нехватка знаний. Поэтому если вы здесь намеревались получить ту должность, на которую рассчитывали, но, к сожалению, здесь, как показывают карты, может идти отказ. Если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь у нас ложится аркан дьявол. Это понимание или осознание, что конкретно ваш карьерный рост зависит от вашего опыта, стажировки, от вашего статуса и, в первую очередь, от ваших навыков и знаний. Как следствие, идёт понимание и осознание того факта, что нужно или вкладываться и повышать свою квалификацию, или, возможно, переходить на другое предприятие, где вам дадут эту возможность. То есть, в первую очередь, и развиваться, и обучаться. Но это уже будет, допустим, за счёт филиала, организации, в котором вы трудитесь. Если вы у нас владеете собственным бизнесом, здесь ложится аркан дурак. Дурак — это, по сути, новый путь, новый взгляд, новая концепция на ведение ваших дел. А именно, здесь можете, так сказать, перетрясти весь его кадровый состав, если у вас таковой есть, прощаться с теми, кто не, скажем так, не соответствует вашей концепции, вашего дела, вашего бизнеса, или, в принципе, кто не стремится работать. Потому что четвёрка монет — это бездействие. Какой смысл рвать пятую точку, если отклад по факту будет одним и тем же. То есть, здесь у вас может быть построение иной системы поощрения. То есть, могут быть какие-то проценты, бонусы от продаж или от каких-то там сделок. Потому что здесь вы идёте понимать, идёт понимание, что нужно людей мотивировать. Будут замотивированы люди, и у вас, соответственно, будет расти ваш доход. По состоянию здоровья. Десятка чаш. Как правило, это у нас наследственные заболевания, либо генетические заболевания, которыми вы можете заниматься. И здесь попытка купировать болезнь, которая может у вас быть в рецидиве. Ну, к примеру, псориаз. То есть, оно у вас может быть в стадии ремиссии, в стадии рецидива. То есть, здесь это как сезонное какое-то заболевание, заболевание, которое может у вас проявиться на текущий момент. И нужно будет обращаться к врачу, чтобы, так сказать, ну, может, если и не удастся его искоренить, то сделать так, чтобы его купировать. А мы смотрим с вами предостережение от карт. У нас здесь ложится пас жезлов, шестерка монет и аркан император. Здесь, в первую очередь, это понимание или осознание, что не отказывайся от тех идей, которые тебе дают как дар. То есть, подсказку, совет, рекомендацию. В особенности, от тех людей, которые для тебя являются в чем-то примером для подражания, авторитетом или человек, чей опыт ты наследуешь. Потому что здесь это действительно будет крайне важным и благоприятно отразиться на вашей жизни. Опять же, здесь, если ваши дети просят вас о помощи, оказывайте эту помощь или поддержку, давайте им стабильность, потому что здесь по этим арканам это в первую очередь как выполнять свою кармическую задачу, свой кармический долг. И еще, если, допустим, это вот с позиции бракосочетания или построение отношений, проведение мероприятий, не проявляйте в чем-то как-то инфантильность или незрелость взглядов. Потому что шестерка монет и император, тут не нужно пытаться удивить весь мир вашими роскошествами и вашей щедростью, потому что на самом деле это будет подрывать вашу стабильность. То есть, иными словами, как показывают арканы, делайте по ресурсам. Смотрим с вами совет и рекомендацию от карт. Туз Жезлов. Это новые начинания, новые возможности, новые амбиции. Это в первую очередь как ростки ваших новых идей, нового способа мышления, либо новых этапов жизни. То есть, неделя вам в этих вопросах благоволит. Если что-то собирались начинать новое, то самое время, потому что для этого будут и силы, и время, и возможности. Мы с вами посмотрим неожиданность периода. И у вас здесь луна, развилка и падает карта совы, дно колоды собака. Здесь сомнения по поводу выбора пути. То есть, правильно вы поступаете или неправильно. В особенности это касается как партнёрства, если вы заключаете какой-то брак или сделку. И более того, принимайте рекомендации, совет, наставления от ваших родственников или от людей более зрелых. Так вот, прислушайтесь к их мудрости жизненной, к их опыту, потому что на самом деле карта собака на дне колоды, она показывает тот момент, что это делается искренне, от души, с целью вам помочь, вас поддержать и вас, так сказать, наставить, направить. Потому что, ну, как говорится здесь по этим картам, это делается с целью вам помочь. Опять же, здесь ещё как проявление опыта, навыков и мудрости, с кем-то остаться друзьями, если вы понимаете, что ваши ценности не совпадают, что у вас совершенно разные взгляды на жизнь, разное мировоззрение, разный опыт. И вы понимаете, что нет смысла себя ломать и подстраиваться под другого человека, если он не идёт на компромисс и не пытается адаптироваться под вас, в ваших взаимоотношениях. Поэтому вот такая здесь неделя. Закрываем всё с вами в положительном ключе, в положительном контексте. Пусть неделя балует и радует, пусть даст вам действительно стабильность и правильное решение насущных вопросов. Закроем вам всё в таком ключе. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода, как всегда, дайте обратную связь относительно того, как отозвалась, отыгралась для вас информация и какие события у вас произошли. Я вас благодарю за то, что остаётесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч!